В эти выходные в Синеме прошла траурная церемония. Там в братской могиле были перезахоронены останки советских воинов. Это стало возможным в результате пятилетней работы поисково-кровеведческого клуба «Камерат». Благодаря усилиям этих активистов в покой в этот раз обрели 202 солдата и офицера, в числе которых и 55 моряков, участников трагического мерикюльского десанта 1944 года. «Прямого идентификационного материала не было этих солдат, но был косвенный. И работы по установлению имен еще ведутся. Мы надеемся установить порядка 20-25 имен. И они впоследствии, конечно, будут обнародованы. Как только получим какие-то более весомые подтверждения». В поисках и увековечивании памяти павших бойцов участвовали наряду с клубом «Камерат» Нарвские чернобыльцы, а также члены обществ «Бастион и память». Ну а посредническую роль в части переговоров как с эстонскими, так и с российскими властями взяла на себя Палата некоммерческих организаций. По словам ее представителей, полная поддержка была оказана и со стороны местной власти в власти Вайвара, на территории которой расположен поселок Синемяя. «Я, пожалуй, хотел бы отметить со своей стороны, ну, прежде всего, Минобороны и музей Ландонера, и конкретно специалиста по уходу за военными захоронениями, господина Пеппа Рейсера, который, даже будучи в отпуске, он все равно участвовал в оформлении документов. И если действительно мы утром его просили что-то сделать, потому что мы не предусмотрели это ранее, то он никогда не отказывался и вечером документ уже был оформлен». Почтили память павших и представителей Генерального консульства Российской Федерации в Нарве, которые выразили глубокую благодарность эстонским поисковикам. «Я был во многих странах, и чтобы перезарханение такого масштаба было, это, конечно, вот так вот вышло, что в первые дни моего пребывания на земле эстонской я попал на это мероприятие. Это очень значимо для меня, как для сына ветерана, участника Великой Отечественной войны. И как это все организовано, сколько пришло людей, это меня удивило, поразило, можно сказать, и от глубины души тронуло». Уже на этой неделе в Синеме организация память начнет работы по реставрации мемориала Братской могилы, где сейчас захоронены тысячи воинов Красной армии. «Наши планы связаны конкретно с Братской могилой номер два. Планируется полная реставрация памятника. Он должен выглядеть так, как он выглядел в 80-е годы, в оригинальный вид его хотим привести». Но, как отметили на церемонии члены клуба «Камерат» и других организаций, на начатом они останавливаются ненамеренные и продолжат свои поиски, ведь каждый воин имеет право быть захороненным достойно. Сергей Дадыкин, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.